В новосибирске завершился этап чемпионата и первенства России по биатлону. Спортсмены разыграли медали в двух дисциплинах – смешанная эстафета и командная гонка. Кроме того, мужчины и женщины выступили в спринте на этапе Кубка России, а в рамках мемориала Глинского ту же спринтерскую дистанцию предстояло одолеть юниорам. Победителями гонок стали в основном представители Тюменской области, Красноярского края и Ханты-Мансийского автономного округа. Не в плане уровня подготовки, а в плане денег, которые затрачены на уровень подготовки. Это первое. Второе – в материальной базе. Вот кто был, сейчас мы только недавно приехали с чемпионата Европы, который проводил в Тюмени. У них биатлонный комплекс, стартовая поляна в три раза больше, чем наша. И все остальное намного лучше, более современный уровень. В принципе, но тем не менее мы с ними тягаемся. Новосибирская сборная лучший результат показала в командной гонке среди женщин. Наши биатлонистки Яна Бабушкина, Марина Зимцова, Людмила Шишкина и Анна Никулина оказались в шаге от пьедестала, заняв четвертую позицию. Вторым составом выступали. Лидеры команды отсутствовали. Это Вилухина, Мечкасова, Павлова и Сюнина. По разным причинам пока они еще не выступали сегодня. Поэтому для второго состава хотелось бы получить на четвертое место тоже место. Просто у девочки сегодня на первом рубеже Марина Зимцова не сложилась стрельба лежа. Так она без ошибок отработала и спринт, и смешанную эстафету. Сегодня не сложилось, мы будем разбираться. А так, в принципе, в функциональном плане они проехали неплохо. Три промаха на первом рубеже, конечно, выбили сразу же с колеи. Поэтому ничего такого, так сказать. Это спорт. Следующий этап чемпионата страны пройдет в конце марта в Ханты-Мансийске. Баскетбольный клуб Новосибирск потерпел выездное поражение в Рязани. Первая четверть осталась за сибиряками. Однако во втором игровом отрезке хозяевам площадки удался мощный рывок 13-0. И на перерыв команды ушли уже с преимуществом Рязани. Во второй половине матча рязанцы довольно уверенно довели дело до победы 72-67. Самым результативным игроком в составе Новосибирска стал Юрий Шкифич. На его счету 14 очков. До конца регулярного чемпионата нашей команде осталось провести два матча, пока Новосибирск занимает второе место в турнирной таблице. Новосибирск на сибирском первенстве вузов среди женских футбольных команд будет представлять университет геосистем и технологий. Судьба чемпионства и, соответственно, путевки в следующий этап решалась в очном противостоянии со студентками Аграрного университета. Исход игры решил единственный мяч. Защита футболисток Аграрного университета на протяжении всего матча не давала прорех. Но студентки бывшей геодезической академии использовали один из немногих шансов. Изобили, как оказалось позже, победный мяч. Теперь подопечных Александра Мирнова ждет поездка в Красноярск в начале апреля. Вероятность к статусу лучшей команды Новосибирска прибавить титул лучшей женской команды Сибири крайне высокая. «Характер команда проявила. Все равно есть немножко свое мастерство у них. Какое-никакое оно есть. Где-то на этом они на опыте не сыграли». «Надо отдать должное и Александру Мирному, и Андрею Сафаргалееву. Они поддерживают, к нам обращаются. Мы, как федерация футбола Новосибирской области, будем всячески помогать, потому что это направление очень перспективное. У нас много студентов, которые хотят заниматься, могут заниматься. А мы будем создавать условия, чтобы они занимались и прогрессировали». На этом у меня все. Смотрите наши выпуски и будьте в курсе спортивных новостей региона. До встречи!